Друзья, всем привет, с вами Яков и сегодня мы с вами поговорим о игре World War Z, она же Война Миров Z, которая сделана по мотивам одноименного фильма с Брэдом Питтом в главной роли, который, то есть уже фильм, тоже сделан по одноименному роману. Что касается игры, то она вышла сравнительно недавно. На прилавках она появилась 16 апреля 2019 года. Ну и представляет жанр шутер от третьего лица с элементами хоррора. Ну и что касается главной идеи этой игры, то это зомби-апокалипсис. То есть на протяжении всей, абсолютно всей игры мы будем противостоять зомбарям. Из миссии в миссию, из миссии в миссию. Ну и что касается этих миссий, то у нас их будет в принципе и немного, но в то же время и немало. Для начала давайте я вам отмечу, что это не просто шутер, это еще и кооперативный шутер. То есть мы можем здесь играть в группе. То есть проходить абсолютно все миссии непосредственно уже с нашими друзьями. Ну а это означает, что в некоторых ситуациях тут будет присутствовать еще и тактическая составляющая. Так вот опять-таки давайте вернемся к нашим миссиям. У нас будет 4 этапа, которые будут проходить в 4 городах. Это Нью-Йорк, Москва, Иерусалим, а также Токио. Ну и в каждом из перечисленных городов нас будет ждать по 3 миссии, кроме Токио. В Токио будет всего 2. Так вот эти миссии мы можем проходить как в одиночку, так и в кооперативе. Если мы будем проходить в одиночку, то мы будем играть с ботами. То есть с нами будут бегать 3 бота. Если в кооперативе, понятно, это 3 игрока. Дополнительно их 3 игрока. Ну и что вообще мы можем делать в этой игре? Ну, во-первых, это выбирать одного из нескольких предложенных героев. Для каждой миссии это свой герой будет. Кроме того, что мы можем выбирать определенного героя, у каждого этого героя мы можем выставлять уже нужный нам подкласс. Это может быть стрелок, медик, техник, ну и так далее. Но вот уже в зависимости от выбранного подкласса у этого персонажа будут проявляться свои специфические свойства. Ну и давайте этот момент назовем какой-то пассивный навык. И что касается этих пассивных навыков, то они проявляются не только с помощью выбора подкласса, они тут еще существуют в игре. И изначально они недоступны, а они закрыты, и их надо открывать. И когда мы будем проходить всю новую и новую миссию, мы будем прокачивать свой аккаунт, то есть повышать свой уровень. Мало того, что мы будем повышать свой уровень, мы будем еще получать так называемые очки, очки опыта. И вот за эти так называемые очки опыта мы сможем разблокировать различные пассивные навыки. Что касается всех этих навыков, то они открыты для разблокировки не сразу. То есть некоторые из них становятся доступными на определенных уровнях. И вот когда вы достигли нужного уровня, когда у вас имеется определенное количество этих очков опыта, вы уже за эти очки сможете разблокировать нужные характеристики. Они могут повышать ваше здоровье, могут повышать ваш урон, ускорять перезарядку оружия, делать вас быстрее. В общем, пассивок тут хватает. Самое главное, чтобы у вас хватило очков опыта. Кроме того, что эти очки опыта мы можем тратить на улучшение пассивных навыков, мы можем еще и за эти же очки улучшать наше оружие. Так что в некоторых случаях тут надо подумать, что улучшить. Или открыть какие-то пассивные навыки, или же улучшить наше оружие. И тут то же самое. Выбираем нужную нам боевую единицу. Ну и шаг за шагом, шаг за шагом начинаем эту единицу улучшать. Естественно, на выходе она получается мощнее, в плане урона точнее. Другими словами, эффективнее. Что касается вооружения, дорогие друзья, то здесь существует, скажем так, сколько? Пять типов. Это основные оружия, в основном это пистолеты. Далее дополнительное оружие. Ну и это в основном различные автоматические оружия, так же как в принципе и различные дробовики. Ну и что касается первого типа вооружения, а так же второго типа вооружения, то они находятся постоянно с нами. То есть мы стартуем с этими оружиями игру. Ну и что касается фразы эти оружия, то эти оружия мы тоже можем выбирать. Потому что есть определенные пассивные навыки, которые позволяют стартовать игру с уже выбранным оружием. Что в некоторых случаях дает нам преимущество перед зомби. То есть мы будем гасить гораздо быстрее. Следующий тип оружия, который доступит нам изначально, это гранаты. Тут я думаю все понятно. Кинул гранату, взорвался граната, зомби разлетелся на куски. Вам плюсик в карму. Далее у нас имеется такой тесак а-ля мачете. Ну и сами понимаете, это оружие ближнего боя. То есть это уже четвертый тип вооружения. Далее у нас имеется еще пятый тип вооружения. И под этот тип вооружения могут попадать различные стволы. Пулеметы, ракетницы, бензопила, снайперские винтовки. Но у этих оружий ограниченный срок действия. Ну точнее не срок действия, а у них боезапас ограничен. Ну и этот боезапас мы пополнять не можем. То есть если это оружие закончилось, оно попросту у нас пропадает. Ну или допустим наш аватар невидимым для нас способом его попросту выкидывает. Ну и последний тип вооружения это атакующая защитная техника. То есть это могут быть различные пулеметы, с помощью которых мы можем сами атаковать. Далее защитные турели, заградительные сети из колючей проволоки. Но также различные решетки высокого напряжения. Также в игре существуют еще и гранатометы. И все эти сооружения мы можем устанавливать непосредственно на наших локациях. Или для защиты, ну или для ведения боя. Турели стреляют автоматически защитные. Но с пулемета и гранатомета уже можем стрелять и мы. И опять таки этот тип вооружения он разовый. То есть боезапас мы израсходовали и все. В игре безусловно присутствуют еще и аптечки. И эти аптечки являются тоже тактическим элементом в игре. То есть мы в некоторых ситуациях можем или вылечиться сами. Безусловно если есть такая необходимость. Ну или допустим если мы видим что наш сопартеец очень страдает и у него допустим нет аптечки. То безусловно мы можем к нему подбежать и его попросту выхилить. И тут мы опять таки получим плюсив карму. Ну и в принципе дорогие друзья все то что я перечислил я думаю вас это не удивит. Как наверное и не удивит вас и геймплей. То есть мы постоянно-постоянно будем сражаться с зомбарями. Миссии дорогие друзья здесь тоже однообразные. Ну и в основном они строятся по следующему типу. То есть нам надо дойти из точки А в точку Б, кого-то сопроводить, далее кого-то защитить, безусловно найти что-то там, принести что-то туда. Ну и еще один тип под задание это отбиваться от огромных волн зомбарей. Кто смотрел фильм World War Z, кто смотрел фильм Resident Evil, я думаю понимает что это значит. Ну а если кто-то не понимает, то вы это однозначно увидите на протяжении данного видео. Так вот как вы видите дорогие друзья, квесты здесь предельно однообразные. Всего лишь 5 задач, на 4 города, ну и практически на 12 миссий. То есть из миссии в миссию мы однозначно будем выполнять все перечисленные задачи. Просто они будут чередоваться. Мало того что в игре существуют одинаковые, абсолютно одинаковые миссии. В игре также существуют абсолютно одинаковые зомби. Что в Москве, что в Токио, что в Нью-Йорке, что в Иерусалиме, они все одинаковые. Одинаковые. Мало того что разные города, так там и разные поры года. В Москве это зима, в Иерусалиме там не знаю, лето. В общем что жара, что холод, но и там, и там зомбари встречаются в шортах, в майках, ну и так далее. То есть модели одинаковые, поведение одинаковое. Другими словами, после пару-тройки миссий ты уже к этой игре привыкаешь. И становишься в ней царем и богом. Единственное, что в игре дорогие друзья меняется, это попросту декорации. Давайте еще вернемся немножко к вооружению. Я забыл сказать, что на локациях существуют различные точки. Где мы можем пополнять свой боезапас. То есть на локациях существуют точки, где как раз таки имеется такой небольшой схрон. Эти точки не запрятаны, они постоянно по сути находятся на виду у игрока. То есть мы к этим точкам подбегаем, видим то что там лежит. Если нас это устраивает, забираем. Пополняем запас, пополняем аптечки, пополняем гранаты и идем в бой. Ну а теперь давайте еще вернемся только уже к слову одинаковый. То есть одинаковые миссии, одинаковые зомби, одинаковое что-то. В общем, дорогие друзья, эта игра предельно предсказуема. Ну и по сути перед нами ставится только одна задача. Это убивать, убивать, уничтожать, ликвидировать полща зомби. Это, дорогие друзья, по сути самая главная цель в этой игре. Так что, с одной стороны, это ее линейность, это ее одинаковость. Является, наверное, как и минусом игры, так, наверное, и плюсом. Потому что задача у этой игры, наверное, немножко иная. Но, во всяком случае, с моей точки зрения. Это дать игрокам небольшую порцию адреналина. Но я думаю, что она с этой задачей справляется. Это я вам говорю не понаслышке. Почему? Потому что я, в принципе, эту кампанию прошел. И мне она очень понравилась. Прохождение было, естественно, на стримах. Стримы, если что, есть записи на данном канале. Ну и если вам интересно, можете их посмотреть. Ну или посмотреть, или же пролистать. Чтоб на ломаске вы могли иметь представление, что вообще происходит в игре. Хотя, по идее, из видеоряда, который есть в этом ролике, я думаю, вам тоже должно быть все предельно понятно. Как, в принципе, должно быть вам предельно понятно все по вопросу. Играть в нее или же нет. Потому что, как всегда, всецело выбор за вами. Что вы думаете, дорогие друзья, о этой игре? Пишите в комментариях под ролик. Понравилась ли она вам, если вы в нее играли? Или же не понравилась? Будете ли в нее играть или нет? В общем, пишите любые ваши мысли. Будет интересно почитать. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Ну и играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok